Сначала пишем единицу, потом пишем два следующих четных числа, потом пишем три следующих нечетных, потом четыре каких? Четных. Потом пять нечетных. Требуется найти явную формулу 45, 47, 49, дальше пошло 50, 52. Задача довольно неожиданная. Давайте посмотрим те места, в которых здесь происходит переход. Эти места давайте я выделю. Переход от четных к нечетным е наоборот. Приглядитесь внимательно, и вы увидите некоторую забавную черту. Что около перехода у нас все время есть? Что это за счет? Квадраты. Правда? Теперь вопрос, а как получать формулу? Оказывается, есть такой смечательный способ. Если внимательно посмотреть, то в большинстве случаев у нас происходит увеличение на два, и кое-где увеличение на единицу. Правильно? Редко-редко. Вот в этих местах происходит увеличение на единицу, а во всех остальных местах происходит увеличение на два. Поэтому полезно вместо последовательности а-н написать другие две последовательности. А именно, нужно написать просто-напросто удвоенное число н и написать, что такое два н минус а-н. Как только мы это сделаем, станет намного понятнее. Не надо стесняться, когда вы решаете математику, взять, написать какую-нибудь программку или посмотреть на каком-нибудь сайте и так далее. Очень важно не бояться использовать все возможности, потому что, когда вы стесняетесь, это вас обвиняет. Так, вот это вот удвоенное, да? Понятно, что я-то здесь не могу программу никакие использовать, у меня не мутипечено, ничего. Александр Васильевич, но ведь есть электронная доска. А, где она здесь? А, нет, в смысле, в школах делают такие места обычного доска. А, не дальше, чем дело. В школах их, конечно, делают, но там настолько сразу прибегают со своей сменой, что вот в ДНТД, где я по воскресеньям веду кружок, электронная доска есть, но я не могу в нее войти, потому что там пароли и так далее. Там Кокостик. Как кто? Кокостик. Так я-то не гость. Кокостик. Ну, что себе гость нет? Мне это можно, так-то, просто без авторизации по органам говорить. Чертец. Если я туда выйду без авторизации, то, когда я там что-нибудь сделаю, она это сразу уничтожит, как только я оттуда выйду. А, ну, да. А, что это? Я каждый раз должен... Мне, это же классная идея, там, прибежать, войти, там, долго-долго готовиться к уроку. Электроника должна упрощать жизнь человека, а не усложнять. А? Ну, знаешь, что еще можно? Так нельзя. Нет, они ППП... Вот и дело, что нельзя. Нет. А вдруг вы принесете из ГОСДЕПа США флешку? А-а-а-а. Нет. Еще раз, борьба именно за это. Сеть здесь тоже есть, да? Потому что у нас нет недоступа. Потому что мы сначала делаем везде сеть, а потом везде делаем запрет ей пользоваться. Это замечательная вещь. У школьников еще не отняли ванильные телефоны. Россия – это замечательная страна. Не чудовищно строить, если он даже не стойки и законы, и при этом народ все еще живет. Если мы с вами рассмотрим вот такую последовательность, давайте я напишу, БН – это 2Н минус АН, то последовательность БН задана, честное слово, более простым правилом. Пишешь единицу, две двойки, три тройки, четыре четверки, пять пятерки, и вообще каждое направленное число пишешь ровно столько раз, какое это число. Вот теперь нужно вынести формулу для последовательности Б, ну и тогда автоматически мы получим формулу для последовательности БН. И давайте посмотрим какое-нибудь место. Вот у нас здесь есть, там, б, ци, двойки, тройки, четверки, да? Вот представим себе, у нас есть какое-нибудь такое место. На этом месте написано число. Мы его называем число БН. Правильно? Это место номер М. Что значит место номер М? Ну, это значит, что вот, когда мы начинаем отсюда, и до этого места доходим, это ровно Н позиции. Отлично. Но вот это самое место номер Н, получается так. У нас есть единицы, у нас есть двойки и так далее. У нас есть БН минус один. Много раз написанное. Кстати, сколько раз оно написано? Оно написано БН минус один раз, так? Вот, потом у нас что-то написано, и потом у нас написано это самое БН-ное. Так вот, господа, вот этих вот самых чисел ровно БН-ное штука. И вот это, это Н-ное позиция. Что должно выполняться? Очень простая вещь. Номер должен быть больше, чем сумма вот всех вот этих чисел, и не больше, чем один плюс два и так далее, плюс БН-ное. Давайте я это попытаюсь вот в виде нерависти сейчас написать. Один плюс два плюс три и так далее, плюс БН-ное минус один, меньше, чем число н, и меньше или равно, чем один плюс два плюс три и так далее, плюс БН-ное минус один плюс БН. Так, ребята, пожалуйста, попытайтесь понять, вот так это или нет. Н- это номер позиции, БН-ное, это число, которое написано в этой позиции. Идея понятна? До этой позиции у нас идут единицы, двойки, тройки, и самое большое БН-ное минус один. И они занимают вот ровно столько мест. Так надо, чтобы позиция была еще правее. Но и с другой стороны, она не может быть слишком далеко. То есть дальше, чем один плюс два плюс три плюс БН-ное, идти нельзя. У нас есть формула, да? Откуда БН-с один? Число предыдущее перед БН-ное. У нас, как для каждого числа есть предыдущее имбиральное число. Ну, для единственных, конечно, нет, но для любого большего единицы есть предыдущие. Так вот, у нас есть формула для этих чисел. Один плюс два и так далее плюс х, это треугольное число. Их на х, то есть один попало. Соответственно, здесь это будет БН-ное минус один умножить на БН-ное разделение на два. Так, ребята, давайте я единицу прибавлю и напишу меньше или равно. С целым числом так можно. Неравенство строгое для целых чисел означает то же самое и с прибавлением единицы и нестрого. Здесь, ну, здесь тоже треугольное число. БН-ное умножить на БН плюс один и половину. Из этих формул выразить не Н, что-то между этими числами, а БН-ное. Подсказка, да. Можно вопрос, в первой части БН-ное, не умножить на БН-ное или именно БН? Еще раз, есть такая формула. Один плюс два плюс три. Это три умножить на четыре попало. А тогда почему-то БН умножить на БН плюс Н, а, принял отсюда. По той же причине. Ну вот, нет, сейчас формула для треугольного числа надо знать. Леха, что напомню, сейчас надо... Знаете, какая история? Один плюс два плюс три плюс четыре плюс пять. Как быстро посчитать? Это называется формула суммы архитических проявлений. Надо переписать в обратном порядке. Тогда в каждом столбике сумма будет равна шести, и столбиков этих пять штук. Это значит, идея понятна. Шесть на пять, это понятно. Отлично. Какая сейчас идея? Очень простая. Надо все это умножить на два. БН-ное в квадрате минус БН-ное плюс два. Здесь два Н. Здесь БН-ное в квадрате плюс БН-ное. Так? Ну, все равно плохо. Потому что формула школьной алгебры, когда БН-ное в делении полного квадрата, требует дробей. Для того, чтобы дробей... Хотя давайте дробями. А давайте дробями. Будет так. БН-ное минус одна вторая квадрате, это БН-ное квадрат минус БН плюс одна четвертая. Одна четвертая и семь четвертых, это два. Здесь, соответственно, тоже все хорошо. Так, теперь давайте соображать, как бы это записать по-другому. Я предлагаю вот что сделать. Смотрите. Я предлагаю семь четвертых перенести, и получится такая штука. Б-1 вторая в квадрате меньше или равно, чем 2Н-7 четвертых. И значит, Б минус одна вторая не больше, чем, когда корень извлекаем. Чем корень из числа 8Н-7 разделить на 2. Итак, здесь правда БН-ное, но это вы уже понимаете. БН-ное не больше такой штуки. Давайте я это уже спешу. Значит, итак, БН-ное не больше, чем 1 плюс корень из 8Н-7 разделить на 2. Хорошо. Теперь давайте перенесем здесь. И у нас получится замечательная вещь, что БН-ное плюс 1 вторая в квадрате больше или равно, чем 2Н плюс 1 четвертых. Опять извлекаем корень. БН-ное плюс 1 вторая больше или равно, чем корень из числа 8Н плюс 1 разделить на 2. Хорошо. Значит, БН-ное больше или равно, чем минус 1 плюс корень из 8Н плюс 1, и разделить на 2. Спасибо.